Всем привет, с вами Мосс, и это второй выпуск рубрики FIFA без доната. Друзья, началась Weekend League, и в данный момент я как раз доигрываю свои последние матчи, и тут пока всё неплохо, спойлерить не буду. Ну а в этом ролике я познакомлю вас с своим основным составом, расскажу, что мне дропнулось за минувшую неделю в паках, там снова было парочка волкаутов, ну, к тому же я открыл награды за первый ранг Division Rivals, это должно быть интересно. Ну и, как обещал, буду делиться всякими полезными фишечками и ништяками в этой рубрике, в этом выпуске они, разумеется, тоже есть. Ну а за самыми интересными матчами топовых чемпионатов куда круче наблюдать в компании наших друзей из OneX, поэтому обязательно чекай закрепленный комментарий, пользуйся моим промокодом и получай чудесный бонус. Приятного просмотра. Пока ты смотришь этот великолепный нутскельбол от Гризли, я рву волосы на гуски, домучивая последние матчи ВЛ. Ставь локус, если чувствуешь эту боль, а я расскажу, как мой клуб подошел к дебютному раунду захватывающего соревновательного режима. Мой основной состав вы уже видели в прошлом выпуске рубрики. Идти с пулистой и кокляном в Weekend League слишком безрассудно, даже по моим меркам, как минимум две позиции требовали улучшения, и вся надежда была на годный улов в паках, который дал бы бюджет на нужных игроков. Недели ранее насыпало неплохо, но праздник канадской щедрости не мог продолжаться бесконечно. Наборы за предзаказ и награды за зашквар батлс, мягко говоря, разочаровали. Впрочем, с ботами я набил лишь золото 2, сыграв всего парочку матчей на Легенде, и еще парочку против спецсоставов на самом легком уровне. Кстати, я обещал же делиться всякими полезностями в рубрике, и вот одна из них. В заданиях в разделе «Этапы» есть награда за 100 забитых голов обводящими ударами, ну, те, что с кнопкой R1 или RB. Оно и так-то рано или поздно сделается, но мы можем кардинально ускорить процесс. Играем на начинающем в сквад батлс, и там за одну катку без проблем кладем тритс плюс необходимых банок. В награду пак за 50к, на это, согласитесь, достойный подгон в первой неделе игры. У меня, например, дропнулся в этом наборе информ Оршича и Фред. Непродаваемый, но все равно же неплохо. Правда, этого определенно мало, нам нужно больше древесины, и для этого уходим с головой в Division Rivals. Во-первых, добить квалификацию в ВЛ, во-вторых, попробовать забрать первый ранг и самые сочные награды. Не скажу, что все шло как по маслу, но первая задача была выполнена всего за несколько матчей. Все же во втором диве очков для прохода Weekend League за победу насыпают солидно. Причем в какой-то момент передо мной конкретно замаячила перспектива прохода в первый дивизион. Оно, конечно, престижно, но желания катать против задрыг и киберов уж простить не имею. Этого добра большой ложкой отведаю футчемпионс. Короче, не без труда, отыграв все 30 матчей, мы тютельку в тютельку уложились по очкам в первый ранг. Вообще, это стало похоже на еще одну ВЛ, только в будни. Умный юзер взял бы монетками, но мы награды берем рисковые, а именно продаваемые паки. Два набора за 55 тысяч и один за 45, это очень и очень перспективно. Представьте, что творилось с мозьим духом, когда в редких мегапаках не промелькнули даже флаги, а в последнем лучшее, что дали это 83-й ковочич, который вообще ничего не стоит. Немножко арифметики. 30 матчей это примерно 450 минут, то есть 7,5 часов чистого времени в сражениях. И это без учета дебильных заставок, лагающих меню, отваливающегося коннекта и так далее. Проблема в том, что отступать некуда, на носу первая ВЛ и где-то нужно наскрести голды. В поисках золотишка отправляемся в титульные матчи. Сборки не сложные, а затрат, благодаря непродаваемому барахлу в клубе, удалось избежать вовсе. Паки заметно кислее, чем награды за райвалс, а тут бац и к нам выходит обаятельный аргентинский живчик, а еще через один пакет пятизвездочный ивуарийский финтобоярин, легчайшие 75 ксарей в кармане. А учитывая, что по ходу пьесы открывались еще всякие мелкие наборы за промежуточные задания, у нас собралось прилично голды для апгрейда состава. И пока голова думы думала, кого прикупить, в одном из наборов за простецкую ИПК-шку нам дают еще один волкаут. 88-й Эдерсон составит компанию Дэхея на полке непродаваемых годных вратарей. Для тестов всяких АПЛ-сборок и гибридов авось пригодятся. Нет, так пойдут отличными дровишками на высокорейтинговые СБЧ. Господа, FIFA это здорово, а как насчет сыграть в пакерочек? Мои знакомые в реальной жизни, специально для подписчиков моего канала, сделали турнир. Он пройдет уже в эту пятницу в 8 вечера по московскому времени. Призовой фонд составит 40 тысяч рублей, причем он поделится сразу между двумя сотнями участников. Я не уверен, что у нас так много соберется, поэтому походу каждый уйдет не с пустыми руками. А самое крутое, что от вас вообще ничего не требуется, кроме регистрации, участия и хорошего настроения. Все это дело я буду стримить на фиолетовом, заодно поболтаем. А если удастся меня выбить прям за столиком, то ты заодно получишь бонус 50 баксов за мою голову. По-любому это будет весело, круто. Вся информация есть в описании ролика. Ребята вообще проводят ежедневные, в том числе бесплатные турниры. Поэтому чекай, регистрируйся и давай, увидимся в пятницу, будет круто. Возвращаемся и смотрим, что в итоге у нас нарисовалось. Все до нитки отдавать я раздумал. Даже милита убрать за 32к неистого душила жаба. Ясно понятно, что после первой вл такие игрочеллы превратятся, считай, в ковиксел. А вот Ленгле покупка мудрая, там и день выбрался подходящий, и заснайпить хороший вариант удалось, ну и защитник так-то топовый, и задержится у нас по гостите не только на выходные. Еще два апгрейда Порту вместо Кореа, и Льорента вместо Коклена. Разумеется, в матче все стоят на свои места. Бразилец и Испанец в опорку, Антошка на центрального ЦАПа, бегунки по флангам и Тейшеира на острие. Основной схемой пока что для меня, ну или точнее для того подбора игроков, которыми располагаем, является узкая 4-2-3-1. Очень консервативно, но помогает оперативно тушить пожары и играть от контроля. Если будем чутка лететь, врубаем 4-4-2 в линию, где Грис уходит на фурварда, а остальные игроки имеют более агрессивные указания. По настройкам и задачам гайда обязательно Испеку, если хочешь побыстрее, обязательно отпиши в комментах и воодушеви пальцем вверх. Ну и на замене трое быстрых местами техничных вингера, где-то на 70-й минуте, вне зависимости от счета, эти ребята по-любому оживят игру. Час Икс тем временем настал, запасаемся валидолом и превращаем субботу отнюдь не в выходной. Уже по первым матчам запахло старым добрым. Наш с виду годный коллектив на фоне остальных сквадов выглядел едва ли не бронзовыми бомжами. Нет, конечно, среди первых сопов один попался с аналогичным по бюджету вариантом. Правда, тот матч, если ничего не путаю, был профукан на 92-й минуте после моей нелепой ошибки. Причем это был не единственный лосс в компенсированное время. Досадно, но после нескольких лет в фифе к этому привыкаешь и очаг особо не горит. Ну лишь изредка пускает дымка. Закрепленный комментарий, мой промокод, твой бонус. Вообще, по сравнению с прошлым годом, в глаза бросаются две вещи. Сразу, с первых матчей ММ дает жестких соперников. Если раньше первые 10 матчей можно было катать на дичайшем расслабоне, то теперь сразу нужно рубиться на 100%. Ну и по стоимости составов в Элке, не слов, одни эмоции. Диву даешься, насколько легко канадцы разводят молодежь на донат. Но есть и позитив, в минуса меня не загнали, и на момент монтажа этого ролика стата идет в позитивном коэффициенте, и пара составов за миллион с лишним была разорвана в клочья. А еще лично у меня есть ощущение, что коннект по сравнению с прошлым годом малец взбодрился. Игруха и пинг выше 20 не рисует, да и по геймплею болото уже не такое вязкое, как раньше. В общем, если думаете, что ВЛ эта история совсем беспонтовая, дайте ей еще один шанс. Когда играешь без доната, катать ее сложно, но можно и даже нужно. Без наград, пиков красных игроков вы с каждой неделей будете все сильнее отставать от прожженных катал и толстых кошельков. Правила Pay to Win и Play to Win никто не отменял. Хотя 30 матчей имха все равно шибко много. Хотя бы 25, а лучше и вовсе 20, было бы в самый раз. И выходные бы не сжирало, и катки были бы каждая, как в последний раз. Соревновательности и все такое. Может ошибаюсь, но побеждать в претендующих на киберспорт историях должны сильнейшие, а не те, у кого больше FIFA поинтсов и свободного времени. Увидите руководство EA, обязательно передайте им этот месседж. Как закончилась моя первая уикенд лига, я еще сам не знаю, осталось сыграть более 10 матчей, но обо всех результатах, о наградах за нее, о прогрессе в клубе, обо всем я доложу уже в следующем выпуске рубрики FIFA без доната. Если вам понравился этот ролик, не забудьте прожать палец вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не проморгать следующий выпуск, и обязательно напишите в комментариях, как вам первая вэлка, какие эмоции вы испытываете, что отметите из плюсов, из минусов. Обязательно прочитаю многих про лайку, и вы сами все прекрасно знаете. И не забудьте про турнир, поэтому регайтесь по ссылке в описании, чекайте также полезную инфу в закрепленном комментарии, и скоро увидимся. С вами был Мосс.